ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Я Евгений Замятин. Я рыболов и спортивный судья. Раньше я соревновался и судил соревнования, а сейчас я веду этот канал, этот канал и это видео про рыбалку. Сегодня зарыбление. Рыба. Южный Урал. Шашневское водохранилище. Запуск живой рыбы для бесплатной рыбалки. Все по пунктам ты понимаешь, да, уважаемый зритель, что перед тобой сейчас будет. Ты, когда посмотришь это видео, получишь ответы на самые важные вопросы, которые тебя будут волновать, но и узнаешь факт, что бывают зарыбления, что да, осуществляются зарыбления, что да, это государственное дело, и участвуют в зарыблении государственные предприятия, представители государственных органов. И ты узнаешь подробности, связанные с этим для тебя приятным и полезным делом. Почему для тебя дело приятное? Потому что ты рыболов-любитель. Дальше расшифрован. Ты рыболов-любитель, и для тебя эта рыба свободна и бесплатна для рыбалки. С соблюдением норм вылова, правил и закона о любительском рыболовстве. В этом видео тебя ждет встреча с наукой, встреча с тем, кто оплачивает эту рыбу, встреча с самой рыбой. И, конечно, очень приятный факт. Среди многих зарыблений это рекордное зарыбление. Сегодня мы запускаем 340 тысяч сазанов, молоденьких сазанщиков, в водоем для свободной рыбалки. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич. Добрый день. Пожалуйста, для наших новых зрителей, которые еще впервые, может быть, смотрят, представьтесь, пожалуйста. Ершов Кирилл Евгеньевич, руководитель уральского филиала ФГБНУ в НИРУ. Кирилл Евгеньевич, если по-простому, это значит институт, который наука, да? То есть вы представляете науку. Это научный центр Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. И океанографии. Поэтому, Кирилл Евгеньевич, не случайно я вас попросил ответить на несколько вопросов, которые зрители задают в комментариях. Могли бы вы хотя бы саму схему вот такую принципиальную рассказать, как водоем становится приемной емкостью? Ну, приемная емкость – это такое условное название водоема. На самом деле, это выбирается водный объект для исследования. Мы его исследуем. Исследуется полностью кормовая база, химия, температура, все. После этого составляется заключение, какая рыба рекомендована, в каком объеме для зарубления в тот или иной водоем. Ну, может, в принципе, и не нужно даже ничего зарублять. Такое тоже может быть, если бы водоем достаточный и по их составу тоже разнообразный. И после этого мы даем наши рекомендации, институт, по рекомендации по вселению рыб. Но сам процесс называется исследование водоема? Первое исследование водоема с целью дачи рекомендаций по зарублению. После этого отправляется наше заключение нашим коллегам в Тюмень на ученый совет. На ученом совете проверяется обоснованность наших выводов. После этого решение ученого совета Тюмени направляется в Центральный институт в Москву. Еще раз проверяется, насколько обоснованно. И только после этого принимается решение, соответственно, данный водоем заносится в реестр единый федеральный. И уже только после этого можно решать вопрос о зарублении той или иной рыбы. То есть, как видите, это, во-первых, процесс недолгий с точки зрения исследований. А во-вторых, этот процесс, который, чтобы не ошибиться, проходит даже не один уровень проверки. А инициатором такого процесса является в основном предприятие, которое в дальнейшем будет компенсационное зарубление осуществлять? Здесь разные варианты возможны. Это как предприятие. Это предприятие водопользователей, у которых выступают с инициативой. Потому что предприятия водопользователей в соответствии с действующим законодательством, они должны компенсировать тот вред, который причиняется в результате забора воды. Соответственно, для того, чтобы этим предприятиям было куда компенсационное зарубление проводить, они стараются все-таки, чтобы в зоне своей ответственности появлялись такие водоемы, такие приемные емкости, чтобы не везти рыбу компенсационную, то есть производство здесь, да, рыбу мы везем в соседний регион. Нам, в общем-то, удалось за последние три года расширить как раз географию приемных емкостей, чтобы у нас непосредственно водоемы, в которые можно обсуждать выпуски, находились в зоне действия тех предприятий, которые являются основными водопользователями. Ну и предприятия обращаются к нам, чтобы мы разработали приемную емкость, для того, чтобы они могли непосредственно, чтобы, ну это здравый смысл подсказывает, да и экономика, в общем-то, логистика, чтобы не везти далеко, и чтобы все-таки жители того региона, в котором предприятие находится, занимаются производственной деятельностью, они видели, что результаты, что не только вред причиняется экологии, но и попытка компенсации, возмещения, скажем так, определенного вреда. Здесь тоже раз мы подошли к вопросу вреда, такие, как компенсация, вред, ущерб. Скажите, пожалуйста, все-таки вот эта вот компенсация, она в результате рассчитывается производственной деятельностью предприятия, или это произошла какая-то техногенная авария, или преступный недосмотр, или еще что такое, бабах, предприятие нарушило так сильно, все это дело навредило, потом к вам пришло, обратилось, а вы все рассчитали. Или все-таки это предприятие осуществляет свою деятельность плановую, там касается воды, забор делает, и дальше вы рассчитываете вот этот вот ущерб, так, ну и слово просто, ущерб. Ну, даже повторяться не хочется, вы, в принципе, вот как раз все и рассказали. Как правило, это плановые мероприятия, это строительство в водоохранных зонах, это строительство на водоеме, это водопользование. Все это есть методики, соответственно, рассчитывается, какой ущерб приносится окружающей природной среде, в частности, водно-биологическим ресурсам. И уже на основании вот этих расчетов, соответственно, рассчитывается сумма. Ну и, конечно, если какие-то техногены, то тут, дай бог, чтобы их не было, техногенных аварий, но все-таки нет-нет, происходит что-то такое выходящее за рамки. Но там тоже рассчитывается ущерб, он тоже возмещается. Уралов Нейрова, руководителем которого вы являетесь, это государственное предприятие? Да, это федеральное государственное учреждение. Учреждение, да, учреждение. ФГБНУ, да. И второй момент, зарыбление компенсационное, это тоже государственное дело? Конечно, это государственное мероприятие, это правила игры здесь формирует государство. Существуют четкие требования, что в случае по водопользованию берем из федерального водоема, соответственно, воду, причиняем определенный ущерб по неволе, причиняем его водно-биологическим ресурсам и производим компенсации. И лишнее подтверждение, все мероприятия по зарыблению полностью контролируются государственной комиссией, в которую входим также и мы. Кирилл Евгеньевич, огромное вам спасибо. Надеюсь на будущие встречи и новые освещения других вопросов наших зрителей. Спасибо и вам. Спасибо. Меня зовут Задворн Федор, компания Астрогрупп. Я являюсь исполнительным директором компании. Мы ведем работы по капитальному ремонту гидросооружений Свердловской, Челябинской, Оренбургской области. Мы сейчас с вами находимся на Южном Урале, на берегу Шашневского водохранилища. И процесс идет за запуск рыбы в этот водоем. Скажите, пожалуйста, ваша роль в этом мероприятии? Моя роль проста. Я как хозяйственный субъект выполняю ремонтные работы на гидросооружениях, так или иначе, касаясь природы, в результате чего наносится, его называют ущерб, и этот ущерб нужно возместить. Соответственно, сейчас мы занимаемся возмещением ущерба, и моя роль в данном случае – это заказчик всех мероприятий, и я их оплачиваю. Эти мероприятия, мероприятия по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам. Федор, огромное спасибо, что именно вы это сейчас сказали, потому что возникает вопрос. Люди смотрят, что есть зарыбление, запуск рыбы в водоем. Мы им говорим, что это для свободной и бесплатной рыбалки, потому что практически для народа, для людей, которые здесь проживают, это самое главное. И так, люди не могут понять, а кто же платит за банкет? И такие вопросы задают в своих комментариях. Это предусмотренные средства, которые запланированы нашим проектом, проектом по капитальному ремонту. И вот из этих средств производится оплата возмещения ущерба. Но это осуществляется в рамках государственной программы? Безусловно, это федеральная церевая программа. Скажите, сколько рыбы вы привезли сегодня, чтобы осуществить запуск? Так, порядка 340 тысяч голов рыбы находятся в этих емкостях. Сегодня мы их должны выпустить. Это, конечно, вам может быть новость, но сколько я нахожусь, сколько лет на зарублениях, вот и на временном выпусте 340 тысяч. Вы рекордсмен, Федор, вы как предприятие, которое делает запуск от лица наших всех рыболовов, любителей, зрителей. Мы поздравляем вас, что вы еще и рекордсмен. Доброе дело для нас, это однозначно, но еще и рекорд. Вы знали про то, что вы рекордсмен? Нет, ничего особенного специального для этого не делали. Но вы же не первый раз зарубляете? Безусловно, нет, уже на протяжении лет 10, наверное, этим занимаемся. Ну, сколько лет ремонтируем гидросвооружение, столько и лет компенсацию производим. Соответственно, ну, точно лет 10 уже. Мы от лица всех южноуральских, в частности, рыболовов, любителей и жителей нашего региона вас благодарим, желаем вашей работе только развития, процветания и побольше компенсационных зарублений в приемной емкости нашего региона. Будем стараться. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Он, чтобы вы везете на рыбалку, понимал, какую рыбу, на какой водоем ты поедешь, чтобы понимаешь, чтоб клевало, понимаешь? Вот для этого, чтоб клевало. И клевала рыба Сазан, Толстолобик, Белая Мур, Судак. Вся вот эта рыба, которую мы зарубляем в рамках компенсационных зарублений, чтобы ты знал, в каком водоеме эта рыба водится и мог рассчитывать на ее поимку. Поэтому это очень важно. И еще важно, я тебя призываю, делать репосты Репост и подписка, это, знаешь, такие дела, которые очень важны Они бесплатные От тебя понадобится такое вот усилие воли твоей власти Ты подписываешься и ты делаешь репост Но этим самым ты делишься самыми свежими новостями И делаешь пользу и себе, и своим друзьям Чтобы делиться самым полезным и самым необходимым для нашей любимой страсти рыбалка А с вами был Евгений Замятин Южный Урал, берег Шишневского водохранилища Запуск рыбы Сазан для свободной рыбалки И мы с тобой встретимся у меня на канале и на рыбалке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok